Рождество Христово — это не просто великий праздник, это не просто важный праздник. Его уникальность в том, что такие праздники, как Рождество или Пасха, эти праздники, их празднуют по всему миру, в разных народах и в разных культурах. Разрешите вам задать вопрос, как вы думаете, а в чем вообще смысл праздников, разных праздников? Одна из главных целей праздника — это вспомнить то, что произошло давно. А потом можно задаться вопросом, почему стоит об этом помнить, в чем важность этой памяти. В моей жизни, например, было много приятных моментов, и я точно знаю и заявляю, что мое самое приятное воспоминание — это тот факт или тот день, когда я лично поверил в Иисуса и принял Его как своего личного Господа и Спасителя. Это мне помогает жить. Я этого и вам желаю, чтобы и вы поверили и жили для Бога. В этот рождественский сезон мы вспоминаем рождение не просто человека, не просто пророка, а рождение Сына Божьего, Спасителя. Главная причина Его рождения — это спасти тебя от грехов. Да, ты сам себя спасти не можешь. Ты сам себя изменить в лучшую сторону не можешь. Вот почему каждому из нас нужен Спаситель. Но хорошая новость заключается в том, что благодаря Христу мы имеем не только прощение грехов, но мы имеем потенциал постоянно меняться в лучшую сторону. Мы можем освобождаться от зависимости. Благодаря Христу мы можем освобождаться от обид, от зла, от пустоты, преображаться внутри. И те люди, которые лично знакомы с Иисусом и имеют личное постоянное общение с Ним, они меняются. Иногда медленно, но меняются. Я поздравляю вас, друзья, с Рождеством Спасителя. А это значит, что каждый из нас имеет шанс стать лучше благодаря Его влиянию на нас. А если я стану лучше, то это реальная причина и повод, чтобы праздновать. Ну и последнее. Празднуя, не забудьте находить время для того, ради кого вы празднуете. Merry Christmas! С Рождеством Христовым и наступающим Новым Годом! Я благословляю вас. Примите теплый привет из церкви Живой поток, город Джексон, в штат Флорида.